Четыре года назад небольшой отряд энтузиастов в тельняшках, судьба которых так или иначе была связана с морем, приступил к реализации широкомасштабного общественно-патриотического проекта «Морское братство Нерушима». Так уж случилось в нашей многострадальной истории. В очередной раз могучая, созданная трудом и кровью дедов и прадедов, наше Отечество перестало существовать. А вместо Советского Союза появились новые независимые государства со своей новейшей историей. И очень быстро пролетели 20 лет независимости. Выросли наши дети, практичные и циничные, которые считают, что в современном мире не существует ни добра, ни зла, а есть только информация. А на своих советских пап и мам смотрят, как на античных героев, у которых служение обществу было обычной нормой, а романтика – это воздух, которым дышали мечтатели 80-х. Была бескорыстная дружба, любовь, не требующая материальных доказательств, таблетка валидола, упавшему внезапно старику, доступный для народа чиновник, а главное была гордость за нашу армию и флот. А теперь со всех телеканалов интернетов идет пропаганда воинствующего индивидуализма, следствием которого в итоге одиночество и депрессия. Сегодня простота, доброта и отзывчивость – это проявление слабости и наивности. Поменялись ценности, мы проиграли, а главное – мы проиграли наших детей. Они уже другие. Именно поэтому проект «Морское братство Нерушима», основанный на принципах обычной для моряков солидарности, стал таким востребованным для нашего общества. Особенно у ветеранов и молодых людей, слава богу, есть еще такие, для которых слово «патриотизм» – это не пустой звук, а гордость и восхищение перед подвигами дедов и отцов. В рамках проекта проходили акции по морским городам России. В Санкт-Петербурге соорганизаторами всех мероприятий стал Российский Творческий Союз Работников Культуры. В преддверии дня военно-морского флота 24 июля 2011 года на крейсере «Аврора» прошла одна из акций проекта «Морское братство Нерушима». Основная идея – возобновить утраченные связи между братскими народами, дать возможность сослуживцам Белоруссии и России пообщаться между собой. Поводом стала презентация проекта в Петербурге. Свой вклад в реализацию идеи, кроме жителей Петербурга, внесли жители Мурманска, Калининграда, Новороссийска, Геленджика и других морских городов России. У меня мало белорусского, папа русский. Как меня может не радовать, допустим, наличие белорусского флага? Верховный главнокомандующий Лукашенко, он, согласно нашей доктрине военной, ну, российской, он руководит правого флага стратегической наступления, обороны государства. Развалился Советский Союз, развалился, полетели осколки, но все равно когда-то время придет, как он Юрий Долгорукий собирал. Нужны камни были, время пришло собирать и камни. В дождливый петербургский день на палубе легендарного крейсера «Аврора» звучал родной для россиян и белорусов гимн Советского Союза. Морякам Братской Республики петербургские ветераны вручили в подарок бескозырку крейсера «Аврора». А коллекцию «Морских узлов» преподнес народный артист России Иван Краско. Совершенно справедливо, что «Морское братство» нерушимо, правильно. Была какая-то нестыковка в том, ну, отсоединились Белоруссия, Украина. А что от этого лучше, что ли, стало? Не стало лучше. Поэтому я отношусь к этому с удовольствием просто. Я рад, как будто восстанавливается, потихоньку это происходит у нас в жизни, восстанавливается справедливость. Ведь, понимаете, историю можно исказить, можно ее переврать, а изменить ее нельзя. Что было, то было. Спасибо огромное всем за... Морская душа – это особенный характер, сила, спокойствие и выдержка, умение ждать, сколько нужно и терпеть, сколько необходимо. А кто еще может так любить и хранить любовь, как морской романтик? Это отражено в лучших произведениях наших авторов, которые навсегда вошли в Золотой фонд культуры. Одним словом, советские военные моряки – герои, память о которых стоит хранить и воспитывать в подрастающих поколениях. Это гордость за наше общее великое прошлое. Ассоциация ветеранов военно-морского флота – это и моряки, и морские летчики, и пехотинцы, и подводники – обратили внимание на то, что в Белоруссии отсутствует памятник героям ВМФ, военным морякам-белорусам, которые очень много сделали во время службы, во время существования нашего Советского Союза. Основой памятника стал старинный якорь, который удалось поднять со дна Балтики. Ему 300 лет, и уже установлена его принадлежность к кораблю Петровской эпохи, затонувшему во время сражений в Финском заливе.